Приветствую всех настоящих ценителей бокса. Это обзор спарринговых перчаток Gen3Spar от компании Ultimatum Boxing. Мы эти перчатки сейчас просто изучим внешне, составим впечатление, потом более детально проанализируем их плюсы и минусы, а уже затем попытаемся разобраться, для кого эта модель подходит идеально, а кому эти перчатки по тем или иным причинам могут не подойти. Ну, во-первых, чисто внешне, что бросается в глаза? Перчатки реально большие, потому что так и должно быть у спарринговых перчаток, но об этом позже. Выполнены они из мягкой кожи. Само качество исполнения, вот посмотрите, как детали друг к другу подогнаны, как все ровно, аккуратно просрочено, то есть перчатки выполнены реально качественно, это просто так. Что меня в какой-то степени позабавило, посмотрите сами, перчатки красивые не только снаружи, но и внутри. Вот мы разворачиваем такая подкладка. Да, ее никто не видит, это понятно, но это нам говорит о самом подходе компании к производству перчаток. Теперь, чтобы нам в этих перчатках разобраться, что к чему, надо понимать, что любые в мире перчатки, любой фирмы, любая модель глобально, перед ними стоят всегда две задачи. Какие это две задачи? Но вообще, по сути, это то, для чего боксерские перчатки были изобретены. Первая задача, это, конечно же, снизить урон от ваших ударов для противника. Бокс когда-то, 150 лет назад, 200, 250, он же очень давно существует. Когда-то он был и вообще, по сути, без перчаток. И потом люди поняли, что неплохо бы одевать перчатки, чтобы это все было не так жестоко. И это первая задача. То есть, в каком-то смысле защитить вашего противника, уменьшить его урон. Вторая задача, которая стоит перед перчатками, тоже на самом деле очень важная, это защитить ваши кисти от травм. Потому что травму получить очень легко. И любой боксер, хотя бы временные травмы кисти, но у него периодически бывают. Так вот, это общая такая база для всех перчаток в мире. А дальше перчатки уже делятся. Если мы говорим о боксе профессиональном, именно момент боя, официального, с объявлением победы, шоу, бой за деньги, то там на самом деле зрители, они хотят увидеть драму, да? Там перчатки можно использовать и пожестче, поменьше. Пускай они гасят энергию удара, но не полностью. Но при этом, вот эта модель, она предназначена для тренировок, для спаррингов. То есть, что это значит? Во время спарринга у вас нету цели нокаутировать кого-то непременно. Чем вы меньше нанесете урона партнеру, и чем он вам, условно, такими же перчатками нанесет меньше урона, тем лучше. То есть, получается, вы можете прийти в зал, после работы, например, да, зарубиться друг с другом, получили удовольствие, адреналин, и целый, здоровый, после этого идете домой. Как это реализовано? То есть, за счет чего это достигается? Ну, первое, это, конечно же, размер перчатка. Она, ну, она просто большая, это видно. Второе, это толщина подкладки. Она здесь целых, вот эта вот часть, она целых, подушка ударная, она целых 6,5 сантиметров. Это очень много, это, по сути, рекордно много. При этом подкладка очень мягкая. Насколько я понимаю, внутри там не все так просто. Там несколько слоев. То есть, все сделано таким образом, чтобы эти перчатки гасили удар максимально, как только это возможно. Еще, на что стоит обратить внимание? Ну, во-первых, посмотрите, широкая манжета, она в некоторой степени фиксирует вашу кисть. Это, естественно, не отменяет важность бинтования рук, без этого никуда. И также, что уже реально является прорывом, это то, как сжимается кулак. Очень часто, вот и другие фирмы, я видел, производят перчатки достаточно большие, но обычно главная проблема бывает, если у тебя толстая подкладка, то тебе, как бы, трудно сжать кулак. Потому что тебе нужно, когда ты сжимаешь кулак, ты, как бы, натягиваешь эту накладку на себя. Так вот, в этих перчатках, каким-то образом, может быть, за счет многослойности, может быть, еще какие-то технологии, я не знаю. Но здесь кулак сжимается до упора, без усилий, то есть, четкое положение. Что оно нам дает? Оно нам дает, сжатый кулак внутри, нам дает, в первую очередь, защиту руки. Потому что, когда положение вот такое, то при ударе пальцы выбить очень легко, и я, кстати, с этим знаком. Даже вплоть до того, что делал МРТ кисти как-то, чтобы проверить, все ли хорошо, но там ничего страшного, к счастью, не оказалось. Итак, на что еще можно обратить внимание? Много скрытых каких-то мелочей. Ну вот, допустим, как расположен большой палец. Как именно, когда вы перчатку одели, как ваш палец чувствует себя внутри? Под каким он углом? Что он не выбивается? Обратите внимание на вот этот вот валик. Видите? Я по нему пальцы веду внутри. Его не видно, да? Но все складывается из мелочей. То есть, чтобы вы эти перчатки, когда одели, чтобы ваша рука внутри себя чувствовала так, как нужно. Инженеры-ультиматум, разработчики, они как бы все сделали так, как это должно быть. Теперь, для кого данные перчатки подходят больше всего? Ну, во-первых, те, кто занимается для себя, может быть, иногда выступает на каких-то соревнованиях. То есть, вы можете прийти с партнером, да, одели такие перчатки, зарубились, получили удовольствие, побоксировали после работы. И вам хорошо. И вы идете домой без последствий, без травм. Это первое. Второе. Это люди с травмами кисти. С временными травмами, у которых, может быть, реабилитация идет. Это могут быть профессиональные боксеры. То есть, эта перчатка, она же мягкая, и она защищает не только противника, от ваших ударов. Ну, полностью нельзя защитить это, понятно, но снижает урон. Но и вашу кисть, естественно, правильно? И я даже, я скажу откровенно, может быть, я уйду в сторону. Я для себя открыл компанию ультиматум именно благодаря таким перчаткам. У меня когда-то была травма кисти, долго не заживала. И я однажды увидел на каком-то соревновании вот этот вот значок У. И меня эти перчатки так впечатлили тогда, то, что они такие пухлые, что, ну, так я, в общем-то, и познакомился с компанией ультиматум, для себя ее открыл. То есть, они реально защищают вашу кисть от травм. Ну, конечно, при условии, если вы руку хорошо бинтуете. И третья категория, кому данные перчатки могут подойти, это профессиональные боксеры. Но здесь все очень сложно. Профессиональный бокс, он очень индивидуален. У каждого спортсмена стоят свои личные задачи. Я узнавал, я так понимаю, кому-то из профи они даже могут не подойти. Например, кто жутко бьет, набивает огромный тоннаж ударов. Может так оказаться, что он, например, может пробить ну вот эту подкладку, да, своими тяжелыми ударами. То есть, она рассчитана скорее на спарринги средней силы. Также, давайте, наверное, переходить к минусам, потому что любая вещь узкоспециализированная, вот есть машина, вот просто машина, быстро может ехать, может по городу ехать, где-то и там сквозь грязь может проехать. А есть вещь узкая, например, машина Формулы-1, которая едет быстро. Соответственно, в городе она, ну, фактически ехать не может. Так вот, эти перчатки, если они идеально подходят для спарринга, что они максимально снижают урон для противника и защищают вашу кисть от травм, то, соответственно, какая плата за это? Во-первых, они не рассчитаны на то, чтобы в них регулярно бить по мешкам. Если вы в них регулярно по мешкам будете бить, по снарядам, то, ну, просто их ресурс, он как бы на это не рассчитан. Вы можете это делать, да, но они вам прослужат, подкладка существенно меньше. Второй момент, это чувство контакта при ударе. Когда вы попадаете по цели, по снаряду или по противнику, то вы, ваша кисть, она как бы ощущает это чувство контакта. Вы чувствуете, удар был сильный, слабый. Вот есть такой, как бы щелчок некий, да, и в этих перчатках, так как они удар гасят очень хорошо, и так как очень толстая эта подкладка, то вот этот вот контакт, он получается, как бы смазанный. Ну, и, соответственно, этого чувства, которое может быть кому-то приятно, вот именно такое ощущение некого такого щелчка контакта, оно здесь просто смазанное, то есть это так. Давайте еще раз подведем итог. Эти перчатки оптимально подходят трем категориям людей. Кто занимается боксом для себя, менее серьезно или более серьезно, хочет зарубиться, да и не обязательно зарубиться, просто постоять в парах, поотрабатывать упражнения, и чтобы вы и противник, чтобы вы получили наименьший урон при этом, ушли с тренировки, радостные, счастливые и без там лишних синяков и каких-либо вообще угодно последствий. Вторая категория это люди с травмами кисти, может быть, временными травмами, кто проходит реабилитацию, ну и так далее. То есть, эти перчатки реально помогают. И третья категория это профессиональные боксеры, но здесь все очень индивидуально. Я знаю, что многие профессиональные боксеры, они предпочитают у того же ультиматума именно модель перчаток универсальную по тем или иным причинам. Но это нужно смотреть индивидуально. А вам спасибо, что посмотрели это видео. Надеюсь, оно вам было интересно и поможет в выборе перчаток. Всем добра, до новых встреч, тушу камеру.